С кем-то мы уже знакомы, я вчера выступал здесь в секции философии и физика. Но еще раз представлюсь, Фолькова Дмитриевич, членный кандидат философии наук, заведующий кафедрой философии Московского государственного университета Леса. Доклад, который я предлагаю вашему вниманию, мне представляется, имеется отношение и не только к применению каких-то математических методов, естественно, научных подходов, но и с точки зрения вопроса о том, как происходит сегодня правление миром, в том числе и наукой, образованием и так далее, как нам к этому отнестись, можно ли что-то здесь изменить. С этой темой я выступал 20 с лишним год назад на Российском философском конгрессе, затем в прошлом году на Всероссийской конференции. Но с тех пор произошли уже такие события, которые позволяют говорить о становлении новой системы миропорядка уже как факте, а не только как модели, как в проекте. Но хотелось бы начать с теории, которая сегодня многими учеными, политиками, преподавателями у нас рассматривается едва ли как безальтернативная, совершенно не критична, с которой, в общем-то, начинается системный анализ международных отношений. Так считается, по крайней мере, это работа Мортона Каплана по системному анализу международных отношений. Он выделил, как известно, шесть логически мыслимых систем международных отношений, с которых на то время, в 50-е годы, реализовались две. Это система баланса сил или многополярная система и гибкая биполярная система, то есть такая, в которой большинство стран разделены на противоборствующие два лагеря, но не весь мир разделяется. Что касается остальных, то они были только лишь абстракциями. И вот только с распадом мировой социалистической системы возник однополярный мир и реализовалась или стала оформляться иерархическая система, где один гегемон, фактически, Соединенные Штаты стал диктовать свою волю на миру. Но вот интересно то, что для всех этих систем закладывается в качестве правила, почему-то не вызывающего в нашей литературе и в образовании, в преподавании геополитики, в частности, такие правила, как, скажем, лучше воевать, чем упустить случай решения возможностей. Это для системы баланса сил или для всех систем, мы видим, лучше воевать любой ценой, чем позволить противоположному блоку достигнуть господствующего положения. Это противостоит тому принципу, который еще Кант... Я вернусь к нему, я хочу сейчас сравнить с тем, что Эммануил Кант написал в своей работе «К вечному миру» в качестве первого пункта международного пакта. Ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении тайно сохраняется основание для будущей войны. А тут не только тайно, тут в качестве норматива устанавливается, что лучше воевать, чем упустить случай решения возможностей. И другие пункты, обратите внимание, скажем, действовать против любой коалиции, которая пытается приобрести доминирующее положение, действовать против акторов, которые поддерживают национальные организационные принципы. Если сейчас мы создаем БРИКС как не только экономическую, но и политическую организацию, есть какие-то и военно-технические у нас связи, значит, такие национальные организационные принципы... БРИКС или таможенный союз? Ну, я имею в виду и таможенный союз, и БРИКС, поскольку... И политической организации. Ну, мы уже вот после последней встречи в Рио-де-Жанейро слышим, что говорят и о политическом сотрудничестве, а не только экономическом. Если это будет происходить дальше, то тогда по этим принципам нужно действовать и против акторов, которые входят в этот союз. Ну, и можно, я думаю, критически рассматривать и другие правила, как такие, которые не способствуют сохранению мира. И еще в 70-е годы целый ряд ученых пришли к выводу, вот западные ученые сделали вывод, что вместо сверхстабильности, которую обещал Мортен Каплан, и биполярные, и многополярные системы на поверку оказываются неустойчивым состоянием. Поэтому, понятно, такие, скажем, определения системы международных отношений, как давал, скажем, Раймон Арон. Я называю международной системой совокупность политических образований, поддерживающих между собой постоянные отношения, могущих быть вовлеченными в широкомасштабную войну. Это уже атрибут международной системы, вероятность широкомасштабной войны. Но еще в 60-е годы, вот более полвека назад, американский ученый Роуз Кранц предложил теоретическую модель так называемой бимультиполярной системы, в которой два главных актора играют роль регуляторов конфликтов за пределами своих блоков, то есть они независимы от тех блоков, которые не принадлежат регулированию данного конфликта. А государства, которые представляют мультиполярную конфигурацию системы, выступают посредниками в конфликтах между двумя полюсами, между этими двумя примирителями. Такая система была утопичной, он сам называл ее релевантной утопией. Тогда не было никаких предпосылок реальных для этого и не было теоретических, в частности, математических моделей. Но вот уже в последние годы появилась такая математическая модель, которую разработал Владимир Александрович Лефевр, а именно модель с примирителями. И он проанализировал различные варианты конфликтующих систем. Если, скажем, группы субъектов находятся между собой внутри этих групп союзные отношения, вот они сплошными линиями показаны, между группами конфликтные отношения, штриховые линии показаны, то, в принципе, они могут совершать какой-то свободный выбор. Применять или не применять насилие. Если появляется примиритель, то он находится в союзных отношениях и с той, и с другой конфликтующей стороной, и своим присутствием уже подталкивает к обострению конфликта, к применению насилия. Оказывается, что избежать насилия уже невозможно. Проанализировав другие варианты с одним субъектом и группой субъектов и с единичными субъектами, Лефевр пришел к выводу, что только при наличии единичных субъектов можно избежать насилия благодаря присутствию примирителя. И то, потому что он своим присутствием подталкивает их к конфликту, а они в противовес этому стараются устранить этот конфликт. Такой парадокс возникает примирителям. Примиритель одним своим присутствием повышает напряженность борьбы, если конфликтуют группы индивидов. И может своим влиянием снизить напряженность, если конфликтуют только отдельные индивиды. Как разрешить этот конфликт? Лефевр рассматривается еще на такой вариант, как система с двумя примирителями. Если примирители находятся между собой в союзных отношениях, вот сплошная линия между ними, то результат оказывается тот же, что и с одним примирителем. и только один вариант оказывается возможным. Если между собой примирители находятся в конфликтных отношениях, тогда можно избежать насилия между конфликтующими группами субъектов. Какой же выход? Группу, состоящую из двух пар союзников, находящихся в конфликте с друг другом, можно склонить к выбору ненасильственных действий, если подключить к ним двух миротворцев, находящихся друг с другом в конфликте. Такой, казалось бы, может быть, парадоксальный вывод, но он характерен для той системы политических и иных отношений, которые сложились в современном мире. Единственная модель международной системы, которая обеспечила бы мир в современных условиях, предполагает наличие таких двух примирителей, которые находятся не в союзных отношениях, как, скажем, Соединенные Штаты и Евросоюз, а конфликтных или конкурентных отношениях. на вопрос о том, кто же может на это претендовать, можно ответить, проводя уже конкретный анализ современной мировой политики. Но я говорил, что это относится к современному миру. Если обратиться к миру, скажем, средневековому, там мы видим, что влияние миротворцев направлено не только на изменение отношения конфликтных отношений союз, но и на установление союзных отношений. Используют не только наказания поощрения, строились, скажем, в средневековой Европе отношения на принципах католического согласия, в Византии на симфонии светской духовной ветвей власти. Поэтому, в принципе, не исключаю такой модели или подобной модели и на будущее. Но вернемся все-таки к современному миру. И если говорить о том, кто сегодня могут быть претендентами на роль примирителей, то исследования наших ученых международников, прежде всего из МГИМО, проведенные к 2007 году, опубликованные в политическом атласе современности, показывают, что только две страны в современном мире, США и Россия, составляют свое родное ядро мировой политической системы. И это связано прежде всего с тем, что именно эти страны оказываются объяснимы прежде всего своим стремлением контролировать мировую политику. государства. взять удельный вес мотивации политического поведения этих государств, то больше, чем на три четверти и Соединенные Штаты, и Россия движены стремлением именно контролировать международные отношения. Другие страны от этого показателя существенно отстают, если не считать Индии, которая на таком же уровне претензий находится, но она ввиду того, что попадает в группу стран несчастливцев, как-то выпадает из того клуба мировых держав, которые включаются в ядро мировой политической системы. Но я думаю, что это явление временное. Вот если обратиться к результатам того анализа, который провели международники, они по тем или иным признакам группировали страны. Сначала на две группы разделили, потом дробили их. И вот при таком кластере седьмого порядка, когда выделяются в особую группу 8 сильнейших ведущих стран государства уже вырисовываются на какое-то ядро мировой политической системы. Когда уже на 30 групп делится около 200 государств мира, выделяются тройка США, Россия и Китай. Ну вот посмотрите какова процентная доля амбиции и потенциала влияния на мировую политику. У США 78,5%, в России 75,5%, у Китая 41,4%. И видим, что у других стран восьмерки. Восьмерка это не тот клуб, который сейчас опять в семерку превратился, а восьмерка стран, входящих в ядро мировой политической системы. И, наконец, уже последний тот шаг 40-й, шаг кластеризации. Россия и США составляют группу стран, которые представляют собой такую двойную звезду, что ли. И Китай, как какая-то гигантская планета, обращается вокруг этой двойной звезды, ближе всех, находясь к центру политической системы. Поэтому вывод, который можно сделать, заключается в том, что новейшая система международных отношений должна строиться на соглашениях о признании мировым сообществом миротворческой роли двух крупных держав США и России. И при этом Россия не должна идти в фарватере Атлантического Альянса, а составлять ему оппозицию. И только таким путем достижим устойчивые мирные на развитие современной цивилизации. Я уже говорил, что возможно здесь вхождение Индии. И поскольку Россия по своей амуниции еще не вполне может остаться Соединенных Штатов, то Китай объективно оказывается чаще всего на нашей стороне, пока что не играя самостоятельной роли, а чаще всего поддерживая Россию. Как будет дальше, посмотрим. Что можно сказать о реальном процессе? Реализация этой модели могла начаться, на мой взгляд я ожидал этого, когда состоял вопрос об участии или не участии России в акции против Ливии. Тогда, к сожалению, было принято ошибочное решение тогдашним президентом Медведевым, не наложившим вето на резолюцию Совбеза ООН. И этот процесс не только задержался, но отбросил назад процесс становления этой новой международности. Но сейчас, начиная с событий в Сирии, когда Соединенные Штаты принуждены были уже принять участие вместе с Россией в разрешении этого конфликта, а сегодня на Украине этот процесс, хотя и противоречиво и очень остро, но все-таки, на мой взгляд, происходит. Решается вопрос о том, быть или не быть той однополярной системе, которая уже переживает свой распад, или на смену придет какой-то иной принцип мирового устройства. Как однополярный мир был устроен, одна из карт показывается в центре Соединенные Штаты, затем сателлиты Соединенных Штатов, Западная Европа, Канада, Австралия, Япония, далее Третий мир, который эксплуатируется и оккупируется, так сказать, и на периферии маргинальная страна Россия. Вот то, что устраивало, как мне кажется, Соединенные Штаты. Альтернативой этому чаще всего называют многополярный мир. Вот один из вариантов, четыре полюса, или есть такое дробное уже деление на большие пространства. Что можно сказать в отношении таких моделей? Во-первых, системный анализ, который провел еще Мортон Каплан, показывает, что многополярная система должна включать не менее пяти полюсов. Четырех или трех полярная неизбежно развивается в биполярную. И противостояние к балансированию на грани войны это неустойчивое состояние. Но если говорить о пяти полюсах и более, то они могут оказаться просто математически неопределенными, невычислимыми если пытаться описать или системой дифференциальных уравнений, то нерешаемо оказывается неопределенная такая система. Или даже если графовый анализ проводить, как Лефевр проводил, то очень высока степень неопределенности этого мира. Поэтому я думаю, что именно такая модель, о которой я говорил, с двумя примирителями являются альтернативой. Два примирителя это не биполярный мир. Это измерение, которое отличается от тех отношений, которые характеризуют одно-двух или многополярный мир. Это вертикаль над этим пространством отношений и можно изобразить в тех же координатах, о которых я вчера говорил, применительно к другим приложениям. То есть представить можно систему с двумя примирителями и на противоположном конце на гипотетическую симфоническую систему, симфония каких-то двух сил мирового влияния, которая наверное в обозримом будущем вряд ли будет осуществлена. И в современном мире наряду с остановлением этой новой системы с двумя примирителями сохраняются еще признаки однополярного мира, есть признаки формирования многополярного мира и то противостояние, которое мы наблюдаем между Россией и ее потенциальными или реальными союзниками и Соединенными Штатами с их союзниками имеет признаки возрождения гибкой полярной системы, гибкой биполярной системы. Так что можно и нужно исследовать этот процесс. Но Соединенные Штаты, как мы видим, всячески противятся формированию такой системы и говорят об угрозах со стороны России. И Россия вместе с рядом другим государством предпринимает какие-то шаги против сохранения или возрождения однополярного мира. Я не имею времени останавливаться на этом, но одна из карт, где показывают опасности для мира со стороны России, установление каких-то отношений с Европой, с Японией, Китаем и так далее. Говорят о расчленении России, о том, что это объективный, неизбежный какой-то процесс. И эти опасности нам тоже нужно учитывать моделировать их в том числе с помощью системных точных методов для того, чтобы вырабатывать какой-то политический курс. Спасибо. Сейчас минутку. Пять минут на вопрос-ответы. Пожалуйста. По старшинству. Скажите, пожалуйста, какой бы вы лично считали оптимальную систему на ближайшее время и на отдаленное время? На ближайшее время я считаю, что нужно всячески способствовать становлению именно системы с двумя примирителями. То есть биполярная система. Нет, это не биполярная система. Биполярная система это когда... это же забывая, что вот эти все грызутся, а эти двое пришли, так сказать, ребята не надо... Да, это миротворцы. Миротворцы, да. То есть вы должны думать сначала, что грызть они могут, но не надо. Ну нехорошо, примирители победят. И Россия с Соединенными Штатами может грызться, так сказать, через 10 минут. И с точки зрения Розенкрауса, вот эти государства, которые образуют мультиполярную систему, они участвуют в регулировании отношений между двумя примирителями. есть отношения по вертикальному. То есть война всех, против всех, но все-таки, чтобы тихо было исполнено. Ну, это одна из форм. А отдаленный? Отдаленный вариант это симфония двух каких-то ведущих сил в мире. Или кто это будет? То есть некий аналог симфонии властей, как она была в Византии между светской и церковной властью на уровне мира, может быть, между какими-то политическими, а может быть, не только политическими силами, могла бы быть такая, в которой находясь не в конфликтных отношениях друг с другом, а в отношениях диалога, я бы сказал, а не когда их много, так вот какие-то центры кристаллизации, какие-то центры объединения, наверное, должны происходить и строить на отношениях синергийности духовного, а не только политического взаимодействия. Нет опасности, что примирителей через пару дней назовут предателями? У нас назовут предателями, точно. Ну, коль у нас не поезжают, предатель, ничего с тобой. Так, ладно, пожалуйста. Это возможно, да. Могут, конечно, назвать предателями. По поводу событий в Украине, меня и одни, и другие называют иногда предателями. Одни говорят, я пятая колонна, так сказать, другие... Нет, это просто во время войны мне один воин говорил, что, значит, какие там анекдоты были, значит, чем дальше в лес, тем толще партизана, да, так забавно. А второе следующее, что один украинец это хохол, два украинца это партизанский отряд, а три украинца это партизанский отряд с предателем. Пожалуйста. Я сделаю традиционную композицию. Я сделаю короткое высказывание, а вы его оцените. А мы примирителями будем, да? Значит, первое замечание. Я просто точно знаю, что вот эти модели, которые графы, это обычное линейное программирование, перетянутые из экономики в конфликтологию, да, это слабые модели, там содержательных оценок сделать невозможно. Там их, там можно построить огромное количество композиций, достоверность связей, которых всякий раз вызывает вопросы, ну, такого соглашательски, примирительского типа, да, а уж где там тогда аналитика. Это модели, которые, ну, не больно содержательные. Это первое. Второе. Значит, насчет там конфликта интересов и будущего. Ну, мне кажется, совершенно очевидно, что сейчас только замыкание паразитариев, я имею в виду доллар, евро и фунт, только замыкание паразитариев на себя, а именно создание валютной альтернативы БРИКС и АЭС может разрешить этот конфликт. Других способов решения конфликта просто ни теоретически, ни практически нет. Спасибо большое. В связи с этим я хочу напомнить слова Плутарха. Он был верховным жрецом в Дельфах, то есть как раз в гипербайзском храме. И Плутарх, внимание, он жил в первом веке нашей эры, говорил следующее. Не приобретение своего, а отнятие чужого, жадное притязание на то, что составляет общественное достояние, кладет начало несправедливости и раздору. Плутарх, они об этом и говорят. Ура, они говорят, но не только. Я сегодня слушался интересный доклад по Мексике. Понимаешь, как я петрушка. Как я возникла, возникают колхозы, там, средний бизнес поощряется, там, и мелкий бизнес. Но там же есть еще эти самые, олигархи очень крупные. Там, наркотиков, конечно, поменьше, чем у соседей. Это тоже есть? Так вот, если вдруг социалистический путь обозначится, что будет? Я думаю, что если даже в какой-то половине мира социалистический строй снова появится, это не будет еще достаточным основанием для того, чтобы переходить к другой модели. Потому что основные противоречия, которые были даже в 20 веке, часто основывались не на идеологии или экономическом политическом строе, а на геополитическом противостоянии. На противостоянии как таковое вне зависимости от уровня. Россия, Британия, в 20 веке Советского Союза и США. Возьмите план Даллеса, хоть его кто-то считает подложенным документом, но он, на мой взгляд, реализуется сейчас. Там ни слова нет ни о коммунизме, ни о большевизме. Там надо устранить страну, народ. Он же Даллес. Как же он может сказать? Ну вот в этом кратком документе двухстраничном, там говорится о том, что надо устранить этот народ непокорный, надо устранить эту страну, а не коммунизм как идеологию строить.